ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МОДЕЛС ПОПИТ ПОДУСИ ПЕСНЯ 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 Ну что, привет, как ты? Голхоз туса канала Замберуса. Позавчера случилось самое долгожданное событие в тундре. Вышла новая эра и нам завезли огромное количество техники. К сожалению, шестых рангов у меня пока что нет. Но мы получили технику пятого и четвертого ранга. И сегодня мы поговорим о самой адреналиновой точиле, доступной мне. Это М114. М114 премиумная САУ рейтинга 6,7. Основная фишка этого према безоткатная пушка М40А1С. С неплохим снарядиком, который шатал любую броню, с которой вы встречаетесь. Пробитие всего 381 мм. Ах да, я забыл, бравые американские инженеры к этой пушке приколхозили барабан на три снаряда. В общем, настоящий ковбой времен Холодной войны. Ну и по традиции начнем брони. Многие бы сейчас стали рассуждать, какая она тонкая, толстая, она приведенная или нет. Извините, но я не буду этого делать. Точно можно сказать, что ее нет. От 32 до 44 мм, если брать корпус. Против любого танка 6,7 это вообще ничто. Хотя бывают моменты, когда вы остаетесь живым. Удар от авиапушек держит. И это хорошо. Наземный противник дает один выстрел и вас нет. Но по мне это честно. Так как 114-й может пробить даже башню ИСа 6. И по большей части вы очень опасный противник, который может закинуть любого тремя жуткими гранатами, которые выжигают танк напрочь. И кстати, у меня парни, к вам вопрос. А вы тоже в первых катках наполняли свои штаны жидким, когда вылезали из куста на фульде и встречали декоративный Т-62? Жду ответов в комментариях. Теперь про прекрасный 106-мм снаряд и барабан. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, как... Оно нагибает. По-моему, барабан и снаряд это главная причина, по которой нужно брать 114-й. Полная перезарядка барабана занимает всего 10 секунд, а задержка между выстрелами минимальная. По идее, можно прикопаться к странной баллистике, которая не позволяет точно стрелять на дистанцию. Но думаю, что за это зацепятся только отбитые люди. По факту, 114-я заставляет вас работать на коротких и средних дистанциях. И именно тут начинает играть адреналин в крови. Чего не получит типичный игрок предтоповых точил, которые привыкли ковыряться в носу на респе. Или кемперя где-то на отшибе карты. На мой взгляд, есть у 114-го только один минус. Это динамика при заявленных 57 км в час, средняя скорость. 114-го всего 23-25 км в час. Хотя с горки можно и максималку выжать. Но опять же, мне кажется, что это некий баланс. Потому что представьте, 114-й, вылетающий в первую линию атаки, дающий три ваншота по вражеской тиме. Это было бы прикольно? Я думаю, нет. Следующее, что я бы не хотел видеть в этом танке, это большего экипажа. Сегодня он слышал нытьё по поводу «О боже, у этой точилы минус 2 человека экипаж». То есть ты серьёзно заверяешь, что это минус? Эта штука ИСы ваншотит, при этом никогда не давая рикошета или непробития. Но мы ноем, что экипаж всего 2 человека. Я считаю, что лучше барабан с 3-мя ваншотами, чем понёрфенные гранаты с 3-мя болванами. Ну а если в целом говорить, то покатушки на 114-м можно сравнить с набором нюки в МВ-2. Постоянно пульсирующая кровь в венах и висках, постоянный напряг и ожидание вылета противника из угла, который просто тебя отправит на респаун. Это безумно круто. И если вы привыкли выращивать пролежни на танках 6,7, 7,0, то это не ваша тачка. Ребята, продолжайте пускать слюньки на респе. А если вы скилловый и наглый игрок, который требует постоянного адреналина в крови, то 114-я просто ваша вторая половина, которая принесёт много позитивных эмоций. Ну вот, думаю, на этом всё, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели это видео. Увидимся на поле боя. Пока. Продолжение следует...